Пирожки. Владимир Богат. В детстве всё кажется интереснее, ярче, вкуснее. В конце 70-х, начале 80-х мы с ребятами часто гуляли по городу. Это были походы в кино, поездки почти через весь город на тренировки по лёгкой атлетике, когда по приглашению тренера на прыжки в высоту записался чуть ли не весь класс, посещение городского музея. Как ни странно, нам с друзьями очень нравилось приходить в музей и рассматривать в залах старые вещи, монеты, потрогать турецкие ятаганы и настоящий пулемёт Максим. Поскольку организм был молодой, неплохо было бы ещё и перекусить. Забегаловок типа пирожковых, пончиковых и прочих соки воды было предостаточно, но вкуснее всего на свете были пирожки с повидлом за шесть копеек, которыми торговала бойкая продавщица украинского телосложения. Не знаю, почему нам так нравились её пирожки из серой муки с обыкновенным яблочным джемом из пятилитровых железных банок, но было в этом что-то завораживающее. Самое интересное – это ожидание. Как на Красной площади все мечтали увидеть смену караула мавзолея, так и нам интересно было попасть к самому началу. Часов в девять полдесятого из пирожковой выходила наша продавщица, толкая впереди себя ящик на колёсах, из которого аппетитно пахло горячими пирожками. Переходила перекрёсток и становилась аккуратно против касс аэрофлота. Надев голубой в горошек фартук и такого же цвета манжеты, мечта любого холостяка начинала зазывать покупателей на манер печки из мультфильма «Вовка в тридевятом царстве». «А вот кому пирожки? Горячие! С повидлой, с мясом, с капустой!» Когда мы гуляли с отцом, я всегда просил пирожок с повидлом, а отец покупал себе с мясом. Когда же мы были с друзьями, то всегда брали пирожки с повидлом. Горячие, ароматные, невероятно вкусные. Продавщица всегда пыталась нам продать больше, чем мы просили. «Вы ж такие маленькие, худенькие! Берите ещё!» Но мы, мотая головами с набитыми ртами, говорили спасибо, сжимая обжигающий даже через бумагу пирожок. Иногда мы садились неподалёку от этого места и наблюдали за тем, как идёт торговля. Придумали даже игру. Кто какие пирожки выберет? Продавщица знала об этом и, заворачивая покупателю пирожок, громко объявляла «На здоровье! С мясом! На здоровье! С повидлом! На здоровье! С творогом!» Часам к двенадцати первая партия пирожков была продана, и наша знакомая отправлялась за новой партией. Торговля шла хорошо, и ящик с пирожками стоял в центре чуть ли не до самых морозов. Зимой продавщица работала в пирожковой, а как только пригревало солнышко, снова выходило на улицу. В середине восьмидесятых в городе открылась пышечная, в которой предлагали чай и горячие пышки, обсыпанные сахарной пудрой. Кстати сказать, очереди туда были не меньше, чем в Мавзолей, и продавщица с пирожками уже не пользовалась такой популярностью. Но уже спустя много лет, всякий раз, когда проходишь мимо этого места, вспоминаешь непередаваемый вкус ароматных горячих пирожков и колоритную продавщицу, зазывающую покупателей.